Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня у нас в студии гость, историк, кандидат исторических наук, руководитель отдела Института Истории Государства Николай Сергеевич Лапин. Здравствуйте, Николай! Добрый день! Тема нашей встречи – это ранняя история взаимоотношений российского государства и казахского ханства. Период определили 15-й, 18-й, начало 18-й века. Очень хорошо. Период складывания обоих государств, как централизованный государств, где-то совпал, да? При определенных допущениях, да, можно сказать, что период цементирования, централизации определенной, особенно если мы говорим о раннем периоде, как раз единое русское централизованное государство, если мы смотрим на страны Москвы, и ханство как раз вперед к Касым-хану, то есть максимальное усиление, расширение и так далее. То есть это начальная точка выстраивания двусторонних взаимоотношений. И все это в условиях распада Золотой Орды. Как это происходило? Можно найти какие-то общие моменты в этом процессе? Все-таки стоит учитывать, что это абсолютно разные по своему структуре, складу государства. Не, ну, безусловно. С одной стороны, и одно, и другое государство можно назвать наследниками, да, об этом активно говорят, дискутируют, кто-то соглашается с этим, кто-то нет. Но по большому счету, да, с одной стороны, это наследники Золотой Орды, каждый в своем, скажем так, своей нише, в своей сфере. Но, безусловно, это государства разные по организации власти, например, по определенным традициям государственной, ну, территории, в конце концов, соседей, внешнеполитические взаимоотношения, которые тоже влияли на складывание этих государств. Особенно, если мы говорим, например, о средневековом или послесредневековом периоде, то как раз вот внешняя политика, межгосударственные отношения, взаимоотношения, непростые взаимоотношения, они как раз вот и непосредственно напрямую влияли на формирование, на цементирование государства в борьбе или во взаимоотношениях с соседями государство крепло или наоборот ослаблялось. В таких условиях постзолотародинский, потому что хотя бы историография и высказывается, и раньше, и до сих пор точка зрения такая присутствует, что первые контакты относятся еще к 15-му столетию, но более критичный подход, более осторожный подход говорит о том, что о двусторонних взаимоотношениях, то есть о начале этих взаимоотношений, скорее всего, более обоснованно будет говорить уже к начале 16-го или первой десятилетии 16-го столетия. То есть это вот как раз в Каасском ханстве это последние годы правления Касым хана, в России это период государя, тогда еще великого князя, еще царский титул он не принял, Василий, отец более известного Ивана Грозного, да, то есть такой период, ну, очень непростой, как для нашей истории, так и для российской истории, но, тем не менее, первые контакты состоялись и можем довольно надежно предположить, по крайней мере, десятилетия, когда ту точку отчета, всегда же интересно, да, откуда все... Не могло быть это несколько раньше, опять-таки, с учетом того, что Золотая Орда была таким центром притяжения, пусть, может быть, уже и теряющие свои какие-то нити управления, но, тем не менее, ярлык на княжение получателей в Орде и, собственно, правители казахских степей тоже всегда обращались в Орду, может быть, были контакты и вот как-то... Ну, когда мы говорим о взаимоотношении Каасского ханства и русского царства, или русского государства, то нужно все-таки, конечно, история, если вот подходить, ну, скажем так, учитывать этническую историю, историю этногенеза, то, да, тюрко-славянское взаимодействие, оно очень глубоко, довольно глубоко в историю уходит, но непосредственно, когда мы говорим о межгосударственных взаимоотношениях, нужно говорить и начинать с того момента, когда уже эти государства, ну, сформированы. Понятно, что в категориях и в понятиях средневековья, но тем не менее, то есть мы знаем, что Казахское ханство — это 15-е столетие, русское централизованное государство — это вот конец 15-го столетия, ну, то есть примерно это похоже. То есть поэтому более ранний период, ну, например, я не беру, понятно, что нужно понимать, нужно брать во внимание, учитывать, что какие-то контакты были и в Золото-Ордынский, и до Золото-Ордынский период, мы же не можем отрицать там контакты, например, русско-половецкие, да, они хорошо известны. То есть, ну, вот как о двусторонних взаимоотношениях, вот когда мы можем говорить непосредственно Казахская сторона, русская сторона, то есть два государства, уже сложившиеся на тот момент, это, скорее всего, все-таки речь должна вестись уже о послезолото-Ордынском периоде или постзолото-Ордынском, как говорят, периоде, и, скорее всего, вот начало, ну, по крайней мере, по моему, как бы, предположению, это все-таки вот XVI века, начало XVI века. — Первая четверть, да? — Да, первая четверть, то есть это... — То есть там Василий II, да, в российском государстве? — Да, Василий III и Касым-Хан. — Касым-Хан с нашей стороны. А какие свидетельства подтверждают контакты между двумя государями? — Ну вот этот как раз вопрос, он наиболее такой уязвимый, с одной стороны, а с другой стороны наиболее важный, наиболее принципиальный. Ну, понятно, что история без источников, она совершенно невозможна, и если мы говорим о событиях XVI, XVII и даже первой третьей XVIII столетия, то источников, к сожалению, не так много. То есть если после, например, известных событий, то есть вот присяга Абулхаира, миссия Тевкелева и так далее, то есть... — Более позднего периода. — Да, взаимоотношения, они как бы шли по нарастающей, и появляется довольно большой серьезный массив исторических письменных, в первую очередь, исторических источников, то по более раннему, особенно наиболее ранний период, если мы говорим о XVI столетии, конечно, круг источников ограничен. Но, тем не менее, есть некоторые данные, причем такие, ну, скажем так, которые у историков не вызывают отражения, которые приняты историками, да, то есть есть, фиксируются материалы, к сожалению, не сами оригиналы, да, то есть мы, к сожалению, до сих пор не имеем дипломатической переписки, то есть аутентичность той поры, которая говорит о том, что вот письмо, например, Касым-хана в Москву, например, и обратное, или там какие-то донесения, так далее, но мы точно знаем, потому что есть описание, например, все-таки, когда мы говорим о централизованном государстве, это все-таки элемент бюрократии, вот, например, в Москве тоже определенная традиция складывалась, и уже в течение XVI века фиксировались те страны, те государства, с которыми на тот момент имелись, или к тому моменту имелись взаимоотношения, и именно как раз к эпохе Касым-хана четко фиксируется, что вот был так называемый межполитическое ведомство русского государства, посольский приказ. Посольский приказ, скорее всего, по его документам, наверное, совершенно верно, да, и сохранилась опись, она издана, кстати, описи документов, ось, опись материалов тех документов с теми странами, с которыми русское государство в свое время контактировало. Там то, что называется черным по белому, указано, что вот хранились, когда-то, к сожалению, сейчас они, ну, не скажу ни что, но они до сих пор как бы не обнаружены, тем более они введены в оборот, но четко фиксируют, что вот были определенные дела, описаны там с Крымом, Сибирью, и в качестве одного из контактеров указывается казахский хан Касым. То есть это, ну, совершенно четко зафиксировано, то есть данные, конечно, с одной стороны, крайне такие краткие, лапидарные, то есть очень ограниченные, но с другой стороны, мы знаем точно, что контакты были, точно, что они отложились в дипломатическом ведомстве, и мы знаем имя того указского правителя, от которого, собственно, мы можем, вот времени правления, которое мы можем, как бы, вести отчет. То есть мы, речь идет лишь о строчке в описи, да, о ссылке о наличии якобы какого-то документа, который подтверждает этот факт. Самого документа нет? Самого документа, да, да. Ну, это типичная ситуация, особенно учесть, что Москва и в XVI, да, и в XIX веке она горела, да, то есть в то время, в XVI столетии были и крымские набеги, то есть и вплоть до Наполеона, но кроме того, нужно понимать, что дела хранились, несмотря на то, что многие документы были в копиях, то есть так называемые отпускные грамоты, оригиналы, грамоты, деревянные помещения, то есть нужно понимать, что это все-таки XVI, то есть это средневековье, то есть техника безопасности, что называется, то есть Москва деревянная, ну и значительная часть, то есть и стихийные пожары, они возникали и иногда уничтожали, ну буквально целые города, то есть Москва много раз горела, и, к сожалению, тот массив источников, которые там точно, мы знаем, что они были, какие по характеру, их объем, их содержание, хотя некоторые авторы там красочно расписывают, что вот кто-то, он прислал такое-то письмо, там был тот, к сожалению, пока оснований более подробно говорить об этом нет, но есть основания говорить, что действительно вот такой первый какой-то контакт был. По косвенным признакам мы можем говорить о том, что контакты, ну скажем так, как минимум более-менее благожелательной студии, потому что, то есть какие-то документы в Москве принимались, то есть если это были бы, скажем так, на тот момент такие негативные взаимоотношения, то есть враждебные, то тогда и бумаги бы не принимались, то есть исходя из той посольской практики, которая существовала, то есть взаимные послы бы, ну, они просто бы не были допущены, да и не были бы отправлены, то есть раз какие-то бумаги доходили, то есть там прямо указаны и списки казацкие при косыне царе, то есть какие-то списки во множественном числе, причем то есть списки имеются в виду бумаги, ну, конечно, подробнее на тот момент мы пока не можем говорить. Причем весь 16 век, он, контакты, они были вот такие спорадические, то есть скорее всего, вот этот первый контакт, ну, скажем так, первое, что называется ласточка, конечно, регулярных отношений тогда выстроено, ни в коем случае об этом, ну, у нас нет оснований говорить, что вот все установили и ежегодно там, или там раз в несколько лет какие-то посольские обмены, там устроение торговых отношений, нет, но тем не менее в течение вот именно 16-го столетия документы, причем уже более как бы надежные, особенно для второй половины, особенно для конца 16-го столетия, вот это такой, ну, своего рода пик, как бы двухсторонних взаимоотношений, потому что сохранились как раз документы, то есть если по началу 16-го столетия мы этих документов знаем только по описи, да, по ссылке, можно сказать, да, то здесь уже мы имеем, то есть целые дела сейчас, вот в Российском государственном архиве древних актов, есть специальный фонд, 122-й отдельный фонд, и вот там хранятся несколько документов, причем там несколько десятков листов, которые описывают вот взаимные контакты уже в 90-е годы 16-го века. Это довольно известный сюжет, потому что там, во-первых, это были взаимные посольства, то есть мы знаем имя казахского посла, который уже прибыл, с чем он прибыл, Кулмухамед, причем он был два раза в Москве. Ну давайте подробнее об этом. Итак, как же произошли вот эти первые контакты, о которых мы уже можем документально подтвержденно говорить, с чьей стороны это была инициатива? Расскажите, очень интересно. Ну вот после первой, условно, четверти, я, конечно, предполагаю более, может быть, конкретной датой, но, скажем так, после первой четверти, если более так осторожно выражаться, скорее всего, был довольно значительный перерыв, но, опять же, мы отталкиваемся строго от наличия, но в данном случае отсутствия документов. Потом некое оживление было в 1570-е годы. Об этом явно свидетельствует переписка, причем не казахская-русская переписка, а русско-ногайская переписка, где ногайские правители, они прям так пеняли Ивана Гростного, дескать, зачем ты с нашими противниками, с казахскими правителями поддерживаешь отношения? А он так, дескать, да нет, я всего там бы один посол был и все. Без имен, без подробностей, но вот, кстати, к 70-м годам относится довольно известное имя, оно вошло в учебники, вот Третьяк Чебуков, который там побывал, был отправлен в казахское ханство, но там был встречен, и посольство было практически полностью уничтожено сибирскими шибанидами, тогда противниками казахского правителя Хакназара, то есть посольство не дошло, то есть оно, скажем так, мы знаем, что оно планировалось, что оно было отправлено, но результатов не было. И вот 1594 год, можем говорить, что, по крайней мере, опять же отталкиваясь, я не случайно, как бы, оговорюсь постоянно, отталкиваясь от тех документов, которые сейчас известны, инициатива произошла от казахского хана, в тот момент верховным правителем в казахском ханстве был Тавакул или Тауэкель, в разных вариантах по-разному пишется, он отправляет своего посла в Москву. Причин несколько сразу. В историографии уже лет этак 200 существует точка зрения, которая, ну, скажем так, доминирует, ну, или доминировала, и сейчас довольно так серьезно присутствует мнение о том, что целью вот установления, с одной стороны, это возобновление контактов, учитывая то, что десятилетия каких-то связей практически мы не знаем, то можно опять говорить о восстановлении или установлении контактов. Это была причина, главная цель, главная причина отправления этого посольства, которое казахский хан отправил в Москву, это освободить его племянника. Дело в том, что в России тогда находился очень известный сейчас любимый историками персонаж исторический, действительно личность такая, ну, неординарная, не случайно только в этом году книга Абдирова вышла, в прошлом году Беляков написал, позапрошлом Абуев написал. Это известный ураз Мухаммед, это родной племянник Тавакул хана, это родной внук Шигай хана, то есть это такой не просто чингизид, а принц, происходящий от правивших чингизидов, то есть он имел особую, ну, скажем так, генеалогическую ценность для русского правительства. Дело в том, что как раз вот мы начали говорить о том, что позал-тардынские традиции, вот для русских правителей на тот момент было актуально, было важно, было престижно, ну, скажем так, что на их службе находились знатные правители, там, и с запада, и с востока, и в том числе чингизиды особенно, потому что они не случайно назывались царевичи и цари, то есть это вот, и ураза Мухаммеда, кстати, он тоже очень известный эпизод в его биографии, как раз связывающий каасскую историю, русскую историю, он был царем Касимовского ханства, хотя там тоже дискуссия идет, кто-то говорит, что не было этого ханства, что он такой аморфный, кто-то говорит, да нет, было, но суть не важно, что Борис Годунов его посадил на царство, и что он официально в сохранившихся, скажем так, источниках, он именуется ураз Мухаммед хан, хотя мы называем его султан, я, например, пишу ураз Мухаммед хан, потому что это, ну, как бы, официальная генеалогия, и, в принципе, он под этим, в российской историографии, кстати, он пишется царевичу, ну, то есть, опять же, султан, но реже царь или хан, хотя, на самом деле, понятно, что это формально, понятно, что это полная зависимость, тем более, что Касимовская ханства находилась практически внутри тогдашнего русского государства, но, тем не менее, то есть, это значимое, так вот, ураз Мухаммед, он принимал участие в этих переговорах, причем, вот, было несколько встреч, и современные историки, может быть, под обаянием этой фигуры, говорят, что вот Тавакулхал хотел освободить своего племянника, и это, вот, единственная, как бы, или главная, или основная причина, ну, скорее всего, причины, скорее всего, цели посольства, даже не, скорее всего, вот, если мы просто прочитаем, посмотрим эти документы, что хотел, или на что рассчитывал, что предполагал Тавакулхан, и, особенно, если мы учтем ту ситуацию внешнеполитическую, которая, вот, в окружении которой находилась тогда казахская ханство, то, в принципе, вот эти вот причины интенсификации, вот, скажем так, ускорения двусторонних контактов, особенно, вот, причем, прям, несколько посольств, одно заднее было, мы можем объяснить, то есть, это та непростая ситуация, которая, которым оказалось казахское ханство, это бухарская, бухарские шибаниды, очень непростые взаимоотношения были у, еще у Шигая хана, и у самого Тавакулхана, это союзники бухарских шибанидов, сибирские шибаниды, ну, знаменитейший Кучум, и его дети, племянник там, и так далее, и так далее, и казахский правитель искал своего рода союзника в письме, правда, не в его письме, а была такая традиция, когда, к сожалению, его писем, то есть, писем, посланий с казахской стороны мы не сохранили, но очень важный момент, некоторые историки тоже категорично говорят о том, что, ну, мы не знаем, о чем он писал, на самом деле, была такая посольская или дипломатическая традиция, что, когда писалось ответное письмо, вот, на тот момент царем был Федор Иоаннович, последний Рюрикович, ну, точнее, последний, предпоследний Рюрикович, но последний по линии Ивана Грозного, он писал о том, что, вот, ты пишешь что-то, а я, вот, тебе ответ, то есть, и уже вот по этим моментам можно понять, что же, какие цели, какие задачи перед своим послом, перед Кул Мухаммедом ставил Тавакул Хан. Это военная помощь, то есть, там прямо об этом говорится, то есть, рать огненного боя, то есть, это вооруженные, кто-то говорит об артиллерии, кто-то вооруженные огнестрельным оружием, но факт то, что требовал или просил, или предлагал, скажем так, создать некую коалицию именно против Абдаллаха, тогдашнего, наверное, самого могущественного правителя в Центральной Азии, очень сильного, очень военный союз, вот, это была такая глобальная большая цель, да, конечно, освобождение племянника могло стать, ну, одной из задач, но есть сомнения по поводу того, что это была, скажем так, основная задача, все-таки, того, кого Хан был политиком, он решал свои непосредственные и внутренние, и внешнеполитические задачи племянников было немало. А вот вы говорите освобождение, при этом, как факт, что Размухамед был посажен ханом Касимовским, государем Касимовским, расскажите вот этот момент, почему он там оказался, почему его необходимо было освободить, несмотря на то, что он занимал там достаточно высокое положение, не просто в государстве, но даже в самых высших эшелонах, можно сказать. Все-таки концепция освобождения у Размухамеда, то есть, как объяснение возобновления двусторонних отношений, она все-таки, с моей стороны, как я полагаю, в принципе, мне кажется, есть основания говорить, что это все-таки не являлось главным, далеко не являлось главным. Были конкретные обращения, то есть, заключение военного союза, это был некий своего рода пол. Каким образом Мухамед оказался в Москве, и почему он достиг таких, ну, сказочных высот в каком-то смысле, да, то есть, прожил он не очень много лет, то есть, точно, к сожалению, дату сложно определить, хотя историки прям указывают, когда родился, когда... Мы знаем, когда он умер, и то 1610 год, но год рождения, к сожалению, нам доподлинно неизвестен, и это все-таки некие спекуляции, когда говорят, там, 1570-й, 1772-й год, 1774-й. Так вот, он был пленен, мы точно знаем, в сохранении сибирские летописи об этом много говорят, повторяют друг друга. Еще ряд документов. Неизвестно, каким образом он оказался в Сибири, в то время это 1580-е годы, то есть, вторая половина 80-х годов. Неизвестно, почему он оказался вдали от, скажем так, вдали от своего деда, от своего отца, от своего дяди, там, и так далее, и так далее, он оказался далеко в Сибири. К тому моменту сибирское ханство уже, скажем так, шли первые годы покорения сибирского ханства страны русского государства, ну, известный поход Ермака, там, и так далее, и так далее. В это время устанавливаются первые воеводы, туда назначаются. Вот был Данила Чулков, такой, один из сибирских-тобольских воевод, который и прославился тем, что он как раз пленил сибирского правителя и вместе с ним находившегося, скорее всего, молодого, ну, такая традиция сложилась, точно, опять же, возраст невозможно определить. В общем, он оказался пленен русским воеводом в Сибири и как почетный пленник был доставлен в Москву. Скорее всего, уже очень хорошо были известны его генеалогические связи. То есть, что имеется в виду? Что его происхождение. То есть, он чингизит, то есть, он даже был фактически по определенному статусу выше, чем сибирские правители, которые, там, тайбугиды, которые к чингизитам меньше отношения были. Он был не просто чингизит, а то, о чем я уже говорил, он находился в родственных, причем непосредственно, в прямых родственных отношениях, например, с казахскими правителями. Ну, точно было на тот момент известно уже, очевидно, какие-то каналы коммуникации работают. То есть, в русском государстве, может быть, не очень хорошо, но, тем не менее, были оповещены о том, что, то есть, это внук, как минимум, внук правителя, это, как минимум, племянник действующего правителя. То есть, это такая фигура, которая, ну, скажем так, имеет значительный такой генеалогический вес и даже еще не зная его личных способностей, то есть, об этом тоже мы можем только предполагать, но, тем не менее, его именно происхождение, оно играло на тот момент, для нас это сейчас, наверное, сложно представить, но в международных связях, в вопросах статуса, роли в государстве, особенно, если мы говорим о русском государстве, да, мы знаем, там, мясничество, например, да, пресловут, когда воевод назначали, то есть, он более родовитый, или его предок там принимал участие в походах, был воеводом, то есть, это все играло роль. На тот момент это было, ну, своего рода нормой определенной, когда здесь представитель царского рода, причем на тот момент наиболее известного в пространстве Евразии, то есть, не великий князь, не отдельный государь, то есть, фигура, значит, практически сразу же он привлекается к службе, по крайней мере, есть так называемые разрядные книги, то есть, которые в русскоисторической традиции, на тот момент бюрократической традиции было, фиксировались, то есть, кто какой должен, должен занимать, присутствовать при приемах, например, то есть, иностранных послов, и уже протокол, да? Ну, фактически, да, но здесь еще вопрос в том, вопрос еще статуса, вопрос престижа, то есть, привлекали тех аристократов, которые имели определенный вес, то есть, чтобы царь мог сказать, что вот мои приближенные, этот правитель Касимова, этот Кааский царевич, этот там Крымский, например, там и так далее, когда были шведские послы, и, соответственно, это, ну, например, там, и Северная Европа, и Западная Европа, то есть, и очень скоро он занимает, ну, такие важные позиции, вплоть там до воеводских, а в 1600 году, когда уже царем в России был Борис Годунов известный, к этому моменту, это весна, скорее всего, мая, кто-то пишет июнь 1600 года, вот к этому моменту он разглашается уже Касимовским правителем, причем очень любопытно, что обряд его возведения на ханство, он описан, и он служит до сих пор каким-то таким ориентиром для объяснения вопросов возведения восточных правителем на престол, то есть поднятие на Кашме, там, спали деньгами, там, и так далее, и так далее. То есть, по всем степным традициям, да? Ну, да, скажем так, и причем это зафиксировано, ну, знаменитейший источник, сборник летописи, ну, как у нас Кадыр Галиджалайри или Кадыр Алибек в российской историографии, то есть, он участник событий, он написал это, то есть... Личный летописец? Да, 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 но ценность как раз в том, что он, как бы, писал то, что не все, конечно, но многие элементы, особенно цены тем, что описаны его, ну, как бы, его личные впечатления, личные оценки. Вот, все, с одной стороны, это, как бы, объяснение в копилку тех, кто говорит, что это была, вот, важная цель, как бы освобождение, но захотел ли бы у Раза Мухаммед освобождаться от того статуса, который он был, у него был в Москве, и если бы он был возвращен в Кадырское ханство, он превратился в одного из многочисленных султанов, которые имели точно такие же права, то есть вот здесь бы он совершенно... Ну, но все-таки нужно, то, что называется реал-политик, нужно исходить из того, что, да, родственные отношения прекрасно. На самом деле, скорее всего, объяснение в другой плоскости, там, с одной стороны, внешняя политика, с одной стороны, поиск союзника, военного союзника, противостояния с Абдаллахом, кстати, имел определенные последствия, в Кулмухаммед, казахский посол, как раз в беседе с Уразом Мухаммедом, говорил о том, что вот Абдаллах может поставить свои крепости на Яйки, и именно к тому моменту, как раз во второй половине 90-х годов, мы знаем, что Борис Годунов отправлял, ну, тогда он еще не был царем, но он уже был фактически правителем, отправлял, как бы, некие отряды, чтобы там, скажем так, обозначить территорию и так далее, то есть, скорее всего, это было связано именно с посольством и с теми отношениями, которые выстраивались. Кстати, мать этого Кулхана, она находилась вместе с Уразом Мухаммедом в Москве, и если уж говорить о том, кого освобождать или кого хотел бы увидеть, то, скорее всего, наверное, не племянника, все-таки вот мать, тетки там и так далее, и так далее. Опять же, тоже загадка, предположение есть, как они оказались в Сибири, причем, вот, скорее всего, они тоже вместе с Уразом Мухаммедом были вывезены или позже, но тоже мало объясним. Если мы говорим о двусторонних отношениях именно в эти годы, то есть, как я уже сказал, было известно два посольства Кулхана Мухаммеда, то есть, он в 1594 году, скорее всего, в конце года прибывает в Москву, там у него происходит, чаще всего в историографе пишет одна встреча, знакомство с документами этого оргада и опубликованными, кстати, документами позволяет мне говорить, что было как минимум три встречи Кул Мухаммеда и Ураз Мухаммеда, после этого весной 1595 года уже из России Кул Мухаммед возвращается, но не один, а с русским послом Вильямин Степанов, тоже известно, кстати, если Кул Мухаммед первый известный казахский посол в Москве, ну, скажем так, то Вильямин Степанов первый русский посол в ставке казахского хана. В течение нескольких месяцев они добираются до ставки Тавкул хана, там происходит какая-то встреча, как скоро она произошла, мы точно не знаем, но, скорее всего, уже к началу осени 1995 года Вильямин Степанов возвращается в Россию, причем Кул Мухаммед опять же едет с ним, то есть это второе прибытие, и мы знаем еще в 1596 году еще было некое посольство, там, скорее всего, не посол, а гонец был, из Москвы отправлен к Тавкул хану, но уже содержание, каковы причины, что там, о чем мы договорились, какое постание было, о чем оно сегодня, то есть это была такая вспышка двухсторонних взаимоотношений очень интенсивная. Да, очень интенсивная, в течение буквально двух-трех лет сразу несколько взаимных посольств были, но и самый интерес, самое важное, то что как бы некоторые документы сохранились. С другой стороны, именно вот после этого, сразу на несколько десятилетий, то есть мы можем говорить, если схематично предположить, то есть вот первые контакты 1519-20 ориентировочный год, 70-е, вот опять же такие редкие контакты, вспышка в 90-е годы и потом резкий спад, резкий спад двусторонних взаимоотношений практически на протяжении 1600-го, условно, ну, с самого начала и до 1680-х годов надежных свидетельств о двухсторонних контактах нет, то есть после вот такого всплеска на на несколько десятилетий значительный перерыв. И только уже во времена Тауке-Второго, кстати, который в арабоязычной традиции также называется Тавакул-хан, то есть любопытно, да, ну, это чисто совпадение, конечно, что первое такое, ну, скажем так, наиболее интенсивное отношение при первом Тавакуле и второй Тавакул, тоже Каладский хан, который точно такое же имя. Ну, в историографии он известен как Тауке, один из, может быть, наиболее известных, это Каладский правитель. Это уже конец, это уже конец 80-х годов 17-го столетия. Ну, это очень подозрительно, что на протяжении практически 80-ти лет государства, которые имели тесные контакты, имели, не знаю, какие-то определенные планы и проекты сотрудничества, вдруг прекратили их и оборвали. Возможно, все-таки, наверное, контакты были, но не сохранили свидетельства об этих отношениях. Да, здесь в историографии, опять же, есть несколько объяснений, потому что действительно, ну, это действительно вот такой резкий обрыв, с одной стороны, как бы, что точно установили, точно мы знаем, сохранились документы, вроде бы продолжая и продолжая, как бы по нарастающей, но нет. Объяснений несколько. С одной стороны, действительно, вот тот вариант, он тоже хорошо представлен, о том, что не столько не было контактов, сколько не сохранилось сведений. Такой вариант тоже вполне возможен. Но есть тут другие объяснения, которые, скорее всего, я сначала тоже придерживался этой точки зрения, в любой истории, как бы, в надежде, что вот когда-нибудь он какой-то документ найдет, который вот... Этого исключать, конечно, нельзя, но, тем не менее, вся история взаимоотношений, вся история посольского приказа в Москве показывает, что контакты с другими восточными государствами были, но вот именно с Казахским ханством, то есть мы не можем говорить о том, что документы, они же не горят выборочно, да, то есть вот связанные с Казахским ханством уничтожены, сгорели, а там, например, с Бухарой или с Сойератами сохранились, хотя все может быть. Другая точка зрения, что это, ну, известный советолог Марта Брилов-Олкот, которая вот в начале 90-х годов очень активно писала у ней, а на этот момент, хотя это не является ее спецификацией, специальностью, скажем так, но она этот момент тоже обратила внимание, она утверждает, ну, предполагает, скажем так, что это был осознанный выбор, что вот Казахских правителей это направление не интересовало, они, ну, скажем так, сознательно игнорировали несколько десятилетий, но это, скажем так, предположение, мягко говоря, не особо основано. И есть третья версия, которая, скорее всего, действительно объясняет, почему такой перерыв был. Мы должны, когда нет прямых источников, нет прямых свидетельств остатков прошлого, письменных или материальных, мы должны проанализировать, а вообще, какая ситуация тогда была. Правильно. Какая геополитическая, внешнеполитическая ситуация была, то есть, что происходило с русским государством, с казахским ханством вообще в нашем регионе, какая ситуация сложилась. А дело в том, что именно самый конец, особенно начало 17-го столетия, буквально вот, то есть, сибирские шибониды уходят, даже еще не успевают уйти, то есть, но Сибирь и степные районы современного Казахстана, они очень быстро заполняются новым для нашего региона, ну, относительно новым для нашего региона геополитическим игроком, который, я думаю, это точка зрения необоснованно, он буквально отсекает русское государство от казахского ханства. Это уэраты. Дело в том, что уже с самого начала 17-го столетия начинается проникновение, причем очень глубоко, и это очень массивно, сначала восточно-современный Казахстан, Алтай, при Иртыщи, центральный Казахстан, при Ишимье, в том числе до Урала, Волги, и Эмбы, и так далее, и так далее, то есть, фактически, вот, главным актором в регионе становится таким доминантом здесь становится уэратское государство, мы знаем, что их продвижение на Запад было настолько стремительным, что даже западная часть условно, ну, я, конечно, упрощаю, оторвалась и создала отдельно калмыцкая ханса на Волге, в свое время тоже достаточно мощная, но мы должны понимать, что вот в течение 17-го века на территории, на большей части степной территории современного Казахстана появился очень такой грозный соперник, который грозный был и с севера для казахов, казахское ханство вынуждено было, скажем так, отступить глубоко на юг, и, соответственно, для русского государства, то есть, экспансия, не случайно, вот, русское продвижение пошло на восток, не на юг, то есть, как раз потому что здесь настолько грозный соперник, который, ну, не позволял, хотя более благоприятные, там, климатические условия, то есть, легче было дойти, условно говоря, до Тихого океана, по Заполярью, да, чем в то, что уэрата на тот момент, ну, мы знаем, к концу 16-го, даже к началу еще 18-го века джунгарской ханса, она уже, конечно, конфигурацию изменила, заняла больше современное, там, то, что мы называем географическую джунгарию, то есть, Западная Китай, одно из могущественных государств на тот момент был, а вот отдельные правители, они практически уже с конца 16-го столетия начинают занимать все больше и больше территорий, постоянно вторжение, потом регулярные здесь поселения, кстати, опубликовано довольно давно в, сразу несколько томов русско-монгольских отношений, которые как раз показывают, что вот Златкин много об этом писал, ну, и известная работа по истории джунгарского ханства, наш историк Моисеев в свое время, когда сказали, джунгарские отношения, он писал, там есть вот как раз эти моменты хорошо описаны, насколько это было, ну, такое напряженное время, насколько это игрок, скажем так, внешнеполитический. Возможно, конечно, это не единственный фактор, но вот думается, что вот именно вот это вот резкое, особенно если мы вот в такой исторической ретроспективе смотрим, довольно резкое изменение геополитической структуры, как бы в регионе, привело к тому, что два государства, ну, что называется, разминулись, то есть они соприкоснулись на какой-то момент взаимодействия, причем где-то соприкоснулись даже буквально, очень близко подошли владения, взаимные владения друг к другу, а после того появился такой игрок, который, ну, в каком-то смысле разлучил, то есть и два государства несколько десятилетий практически не контактировали. Ну, если у нас недостаточно прямых документов, подтверждающих тот или иной факт, можно же обратиться и к косвенным источникам. Допустим, может быть, есть информация из европейских, польско-литовских архивов, или наоборот, из китайских архивов, которые тоже в известной мере хранят в себе очень много интересной информации, которые могли бы подтвердить или опровергнуть этот тезис? Ну, вот в данном случае действительно историки иногда, это кажется любопытным, удивительным, действительно в архивах отдаленных стран, которые, казалось бы, не имеют отношения к тому или иному региону, встречаются действительно некие упоминания, некоторые данные, которые проливают свет на историю, в данном случае центрально-азиатского региона, в данном случае более все-таки информативные данные, скажем так, мы имеем, если по восточным источникам меньше, ну, по крайней мере, они меньше введены, в оборот, наверное, русские источники, вот их переписка и их контакты России с теми же уэратами, с китайским правительством, тогда в Манжуре, как раз в 17-м столетии, когда устанавливают контроль Китаем, государство Алтынханов, которое на юге Сибири формируется, там, Тувинский современный регион, Северная Монголия и так далее, контакты с этими государствами, то есть, которые условно, можно сказать, пограничными тогда были русским владением в Сибири, они были довольно интенсивны, и вот в некоторых материалах, в некоторых посольских материалах, связанных, например, русско-монгольские отношения, русско-уэратские, там иногда проскальзывает информация о состоянии, например, в казацком ханстве, но вот прямых контактов, которые все-таки бы говорили о том, что вот мы взаимодействуем, есть, например, данные о том, что казахские и русские послы могли встречаться в ставке, там, ойратского правителя, но это были все-таки такие спорадические, отдельные контакты, то есть, говорить о регулярных двусторонних межгосударственных контактах, к сожалению, скорее всего, все-таки мы не можем, то есть, на тот момент ситуация не позволяла, но, тем не менее, мы, скажем так, друг о друге интересовались, конечно, нельзя сказать, что все подружили, ситуация изменилась, и мы как бы забыли друг о друге, нет, то есть, как раз вот эти вот косвенные данные из тех же материалов, связанные с посольскими связями русского государства с восточными государствами, говорит о том, что, например, русские послы интересовались и спрашивали, а что там, как с соседями там и так далее, и так далее, и некоторые данные, ну, известнейший сюжет с Джангирханом, да, его известный, который, ну, сюжет сравнивают, так сказать, с античным периодом, противостояние с ойратами, когда 600 человек там и так далее, этот сюжет записан нигде-либо, как раз в русских письменных источниках, это русские послы там фиксировали посредством, пусть это, конечно, не от первого лица, но, тем не менее, какие-то контакты, какие-то данные были, какие-то косвенные данные, где-то, какие-то упоминания содержатся, ну, скажем так, в материалах, связанных с так называемой Кучумовичами. Кучумовичи — это вот уже потомки, сначала дети, потом внуки, даже правнуки Кучума, которые много десятилетий не давали покоя русскому правительству, то есть, они были неким таким, ну, что ли, символом, сначала силой, силой, очень скоро они были раздроблены, пришли ойраты, они уже интегрировались в ойратское общество, уже были зависимы от ойратов, но, тем не менее, они были неким таким символом, который не давал покоя русским воеводам вот вдоль границ Сибири, совершали практически регулярные нападения, и вот, скажем так, политика по их усмирению, вот описание их, там, какие-то донесения из Сибири по этому случаю, они вот, некоторые данные о казахском ханстве содержат, но, повторюсь, все-таки прямых контактов, по крайней мере, вот нет данных, даже косвенных, которые могут говорить о том, что вот было посольство, или какой-то торговый караван, или там военные столкновения, то есть прямого взаимодействия в тех условиях, скорее всего, все-таки не было. Отдельные связи, отдельные встречи возможны были, то есть я говорю, что в источниках, например, есть сведения о том, что вот там на приеме у какого-нибудь у ирадского тайши, там были, одновременно находились, ну, это, опять же, случайно, скорее всего, связи и казахские послы, и русские послы, там они наверняка какой-то информацией обменивались, может быть, но говорить о том, что это были все-таки такие надежные, регулярные межгосударственные связи, пока, к сожалению, не приходилось. Все-таки, скорее всего, мы пока еще вынуждены говорить о том, что вот в течение большей части 17 века все-таки двусторонние связи были приостановлены, и их возобновление, скорее всего, следует отнести где-то к 1687-1888 годам. С приходом к войску Таукея-хан. Совершенно верно, да, это, скажем так, своего рода апогеи, то есть, с одной стороны, происходит значительное усиление как раз при Таукея-хана казахского ханства, уэраты окончательно разделяются, вот, калмыки к тому моменту окончательно формируют, ну, скажем так, занимают ареал на Волге, и отчасти тех уэратов, которые создают джунгарское ханство, они вот восточник казахов формируются, там, ну, часть уходит на Тибет, эта история тоже известна, на Илии и так далее, и так далее. И, скажем так, в степной части современного Казахстана на какой-то момент после уэратов такой геополитический вакуум, который очень быстро заполняется вот казахским ханством, то есть, казахский ханство резко расширяется и начинает прямое соприкосновение вот с теми укреплениями, крепостями, там, которые вот вдоль Сибири были, там, Тюмень, Тобольск, тот же, ну, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, целая серия крепостей, которые были созданы. Контакты были не очень простые, то есть, с русской стороны идут донесения о нападениях, то есть, некая набеговая война, но она характерна, когда речь идет о земледельческо-кочевнических условиях. Ну, и войной, наверное, ты не назовешь. Ну, отдельные набеги, но были довольно серьезные сражения, которые, ну, такие вот, не сказать, чтобы классические, конечно, это не Сталинградская битва, но, тем не менее, довольно серьезные, то есть, очень крупные казахские отряды довольно глубоко на север проникали, то есть, вот, известна Семискульская битва в районе современного Кургана, недалеко, то есть, когда там сотни человек с двух сторон принимали участие. Но именно вот эти, с одной стороны, столкновения, они привели к возобновлению посольских контактов. Ну, это понятно, да, то есть, сначала идет столкновение, какое-то обострение отношений, и потом в этом режиме невозможно постоянно, конечно, работать, и именно с этого момента начинается такое возобновление уже дипломатических связей, и со стороны казахского ханства, и со стороны русского государства. То есть, конечно же, вопрос в силу того, что были и идут некие столкновения об обмене пленных, о возврате пленных, о торговле. Вот, вот, уже сохранились письма, собственно, Таукия хана, которые адресованы на тот момент, кто помнит историю. В России тогда тоже был непростой период, это вот период после Софьи, двоецарствования, скажем так, Петр был, который будущий Петр, великий император, и его сводный брат Иван, они двоем правили, то есть, он на имя двух царей писал письма, свои послания, от них шли, от сибирских воевод были послания, и вот такой, ну, довольно тоже некая идентификация. То есть, даже такие нюансы были учтены, да, при написании? Ну да, то есть, мы можем говорить о том, что подробности, каким образом это произошло, мы сложно заключить, можно предположить, но, тем не менее, некими знаниями две стороны обладали. Конечно, не могли знать подробно о том, какая внутриполитическая ситуация была, какие там силы доминируют, но, тем не менее, мы можем говорить о том, что при, в свое время, вот, относительно недавно, несколько лет назад, Ерофеева издавала, вот, эпистолярное наследие, ну, знаменитое, да? Замечательный звонник, да? Огромный, да. Причем там некоторые документы, как раз, вот, касались той эпохи, как раз, вот, возобновления двусторонних взаимоотношений иказского ханства в эпохе Тауки и русского государства, эпохи, ну, скажем так, раннего Петра, условно, назовем, ну, то есть, конец 17-го столетия. Тауке ставит вопрос постоянно о торговле. Ну, он пишет о том, что сколько можно воевать, вот эти вот столкновения никому не нужны, нужно устанавливать контакты, пусть послы, пусть торговые люди друг к другу ездят. Но тут нужно учитывать то, что ситуация была непростая не только в русском государстве, но и внутри казахского ханства. Конечно, конечно. С одной стороны, мы говорим о некой централизации и своего рода апогея, но это такой уже, как бы, хрестоматийный сюжет, расцвет при Тауке, но и Тауке было очень непросто, потому что все-таки не все силы его поддерживали, то есть, об этом многие историки писали. Наверное, надо было сначала сказать о том, что в историографии вот эта вот ранняя история двусторонних взаимоотношений, она, ну, как бы, ну, не особо популярна, что ли. Обычно начинает, вот, там, с 1731 года. Как с момента преследия. Да, 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 то есть, это более такой любимый, более популярный, как бы, сюжет. А то, что было раньше, оно, как бы, ну, так вот, знает, что было, что-то в водной части, а потом уже переходит. Даже вот многие, если мы посмотрим современные диссертации, они вот 1731 и пошел дальше, ну, то есть, как бы, а как будто дальше такой вот океан, что там было. Темные века. Темные века, да. Так вот, первые исследователи уже об этом, там, и Чулошников в свое время, потом Вяткин в свое время, тоже это и военный период, ну, Аполлова там и так далее, и так далее, они не то чтобы основательно, но тем не менее они на эти моменты обращали внимание, что все-таки вот возобновление каких-то двусторонних связей, двусторонних контактов, как раз вот к концу 17-го столетия следует отнести. Потом тоже были несколько лет, скорее всего, перерыва, потому что тоже непростые ситуации. И вот то, о чем я начал говорить, о, как бы, разных политических силах внутри казахского ханства, то есть, кто-то был, ориентировался на Центральной Азии, кто-то на Ауэратов, там, и так далее, и так далее. То есть, разные силы присутствовали, и, конечно, тоже могло и, скорее всего, влияло на вот характер двусторонних взаимоотношений. — А по поводу печально-трагического похода Бековича-Черкасского, это же тоже связано с этим периодом? — Да, как раз вот начало 18-го столетия, это новый, наверное, некий даже этап, что ли, в взаимоотношениях. Вот и каско-русских, и шире русско-средне- или центрально-азиатских, как мы сейчас говорим, это связано с неким поворотом во внешней политике или с неким, ну, скажем так, интересом Петра I к востоку. С одной стороны, наш регион для России первой четверти 18-го столетия был периферией. Ну, нужно прямо говорить, потому что Россия вела в то время шведскую войну, для Петра, ну, мы знаем, актуально был вопрос с так называемым рубкой окна в Европу, то есть для него Запад был более актуальным направлением. Но вот с середины примерно второго десятилетия 18-го века он проявляет некий интерес. Тут, возможно, субъективные какие-то факторы были, то есть мы знаем, немного знаем о позиции там сибирского руководства, тогда был князь Гагарин первым воеводом в Сибири, тоже личность такая, наверное, недооцененная в свое время, то есть казнократ, взяточник и так далее, казненный Петром, но во внешней политике, то есть он свою нишу некую занял, то есть и он... Обладал незаурядными талантами. Очень незаурядными, по крайней мере, есть основания говорить о том, что он как бы, ну, обратил внимание на восток, ну, известная история о песочном золоте, да, то есть якобы вот на востоке какие-то неимоверные, то есть, в общем, богатства и прочее, прочее, прочее. И вот такая экспедиция, их не было несколько, то есть, с одной стороны, мы говорим о Бековиче, это, скажем так, Орало-Каспийский регион, то есть это Хива, вот это регион, но были в том числе и тогда же практически одновременная экспедиция бугольцев по РТШ, вверх там, да, то есть установление крепостей там, известный, которые вот там, ну, если мы посмотрим даже на фронологию, Усть-Каменогорск, Симпайск, как раз они в то время и создали, то есть это была не единичная, как бы, экспедиция, это некий, ну, такой, планомерный, некий подход был, да, ну, планомерный тут тоже, как бы, опять же, все-таки это не являлось, как бы, главным его интересом, но, тем не менее, о том, что он все-таки личность Петра большая, он системно как бы подходил, да, то есть какие-то силы, какие-то ресурсы он решил выделить, тем более мы знаем, что в начале 20-х годов он совершает известный свой персидский поход, да, там, то есть Восток его чем-то интриговал. Ну, не просто интриговал, все-таки многие говорят именно о каком-то грандиозном восточном проекте Петра I, его какой-то идеи фикс, проникновение через казацкие орды, степи в Азию, к его богатствам. Мы должны понимать о том, что все-таки вот самодержавие, оно как бы этот развращает абсолютно, да, то есть были, конечно, геополитические интересы, но, опять же, вся история внешней политики, она показывает о том, что они все-таки были сосредоточены в большей степени на Западе, чем на Востоке, но Востоком он все-таки интересовался. Есть действительно, опять же, такая, ну, например, можно сказать, хрестоматильная фраза, да, которая говорит о том, что вот, когда речь идет об интересе Петра к казацкой степи, да, он называет ключи врата ко всем азиатским странам, имея в виду казацкую степь, что вот та Индия, у него было множество прожектов, как тогда писали, да, он, например, мечтал о экспедиции на Мадагаскар в то же самое время, да, он совершал поход в Персию, да, то есть южный берег Каспийского моря, тогда был на несколько лет присоединен к Российской империи, там, ну, говорит о том, что это вот как бы идея-эффект, что вот все, все положу, вот, ну, это достигну, тут, наверное, специалисты уже по, собственно, русской истории могут сказать, но вот конкретно если мы говорим о событиях начала века и которые могли или привели, скажем так, к новому, что ли, этапу двусоронних взаимоотношений, походы и Бугольца по восточному Казахстану и Бековича, который сгинул, даже поговорка своего рода поедет, да, сгинуть, как Бекович, они все-таки особой роли не сыграли, и вот почему, потому что, ну, сохранилось, вот мы говорили уже о публикации документов, и они, кстати, документы некоторые публиковались уже на протяжении последних нескольких десятилетий, еще 60-х годов, годы была массовая такая публикация, известная в сборнике документов, ведь начало 18-го столетия для казахов это очень сложный период, опять же, это те пресловутые джунгарская или урадская угрозы, и если мы посмотрим на письма, на послания, на те посольства, которые отправлялись в Тобольц, в Казань, в Уфу или в Москву, ну, сначала Москву, а потом, когда уже коллегия иностранных дел создавалась уже Петербург, там как раз вот желаем вечный мир и союзно жить, и хорошо было бы вот против уэратов повернуть оружие. Вот даже если мы говорим, например, поход Бугольца вдоль Иртыша, там для него не особо удачный, казахи освободили несколько русских солдат из уэратского плена, об этом есть данные, доставили в Тобольск, но это было связано с тем, что вот, смотрите, уэраты и вам враги, и нам враги, давайте вместе, то есть, главная угроза все-таки исходила тогда, ну, она объективна, потому что и 20-е годы мы знаем, что практически до последних лет существования уэратского государства отношения с казахами, конечно, не всегда такие конфронтационные, как постоянно описывается, но тем не менее очень жесткие, очень такие напряженные отношения сохранялись, поэтому вот этот вектор, как бы этот раздражитель был актуальный, поэтому тут изобретение то, что было во время того кулхана там в конце 15-го, в конце 16-го столетия, да, то есть поиск союзника против общего врага, здесь это тоже как бы одна из таких важных причин, которые, ну, возродила, что ли, интересы к двусторонним взаимоотношениям. — Скажите, пожалуйста, вот в вопросе присоединения хана Абулхаира, правителя младшего жуза к Российской империи, вот известное посольство, как-то изменился подход к этим событиям, не знаю, методологически, ведь основная литература и исследование присоединения Казахстана к России, как известно, проходило период советской власти, да, вот, и все это объяснялось, ну, с позиции главенства, наверное, России и просьб именно о необходимости вот получить защиту и уйти под покровительство Российской империи. За последние 30 лет с обретением независимости взгляды как бы меняются полярно, но вот в данном вопросе что сейчас говорят исследователи? — Ну, во-первых, мы должны понимать, все-таки мой сейчас научный интерес как бы ранее история, а вот именно 1730-е годы — это действительно, тут не случайно историки как бы часто отталкиваются именно от этого, потому что это все-таки начало нового этапа, причем такого большого этапа, то есть мы даже по массиву документов, которые вот сохранились с того момента, именно с 1730-31 года начинается резкий рост, потому что идут вот эти вот посольства, эти отписки, там присяги, посольства двухсторонние уже, в том числе Петербург и так далее. То есть отношения настолько интенсифицируются, они становятся действительно регулярными, то есть если до этого были отношения, потом опять спад, перерыв, то здесь уже практически с года в год отношения уже не прерывают, то есть с этого момента действительно. Во-первых, период действительно особый в отношении двух государств. Если говорить о методологии, интерес к этому периоду, вот почему мой период, ну скажем так, ранняя история, она менее как бы изучена. Дело в том, что и в имперской историографии к ней тоже интереса особого не было, то есть тот же Левшин и еще раньше Рычков в свое время, да даже Миллер, а позже, например, Вильяминов-Зернов, он писал уже, написав прекрасную книгу об Уразе Мухаммеде, он о казахско-русских отношениях практически ничего не сказал. О посольстве, например, он просто сказал, вот там Шулошникова, посторонечки есть, читайте. Он писал прекрасную книгу о одной из первых работ по Абул Хаиру, там у него работа как раз есть. То есть в советский период интерес к этой теме был продолжен, усилен значительно, потому что все-таки массовая публикация источников началась, особенно вот с военного, послевоенного периода начинается такой, ну мы знаем, в 1948 году первая монография при Аполовой, при соединении Казахстана к России, отдельные очерки были, даже история Казахстанской ССР в 1943 года, потом в 1949 и так далее. Биг Маханова работа. Да, совершенно верно. То есть, опять же, это как раз с сороковых годов, некий такой всплеск, некий интерес возникает. Там были и политические причины, понятно, то есть тут и смена союзного статуса, то есть Казская АССР получает статус союзной республики. То есть, интерес к истории, ну условно, восточных народов СССР, то есть там археографический институт при Академии наук создается, начинаются знаменитые там материалы по истории Башкирской ССР, материалы по истории там Туркменской, ну и так далее, и так далее, и так далее, в том числе материалы, связанные с историей Казахстана, публикуются. Если мы говорим о концепциях в историографии, то есть, которые дают некую оценку некоторых суждений, то действительно, вы правы, фактически маятник вернулся в обратную сторону, качнулся в обратную сторону, здесь наши историографы, они довольно хорошо фиксируют, но если очень упрощенно говорить, то есть было в оценке, если мы говорим непосредственно о присоединении, последствиях этого присоединения, в тех событиях в историографии существовало условно три подхода. Существовало и существует, кто-то, например, Амельбекова, которая историографию занималась плотно этим вопросом, она там шесть каких-то концепций выделяет, тоже вполне обоснованно, но вот базовых все-таки три, то есть то, что восторжествовало, скажем так, в ранний советский период, это так называемая концепция абсолютного зла, то есть все, что связано с присоединением восточных, или в целом даже не только восточных, любых нерусских народов к России, к Российской империи, или к Русскому царству, это воспринималось как абсолютное зло. Примерно к сороковым годам, это, кстати, отражено и в первой нашей академической работе, в первом академическом издании истории Казахстанской ССР, эта концепция была постепенно отринута и восторжествовала концепция, скажем так, наименьшего зла, то есть да, это как бы присоединение тоже не подарок своего рода, но в тех условиях джунгарской угрозы, как бы скорее всего, то есть из двух зол выбирали меньше, Вяткин, кстати, так и писал, из двух зол, и уже в послевоенный период, опять же, это, скажем так, некая эйфория и во внутренней политике, то есть усиление роли или увеличение роли русского народа и так далее, то есть начинается пересмотр концепции, вот то, что мы называем, ну, не все сейчас вспомнят, наверное, кто тогда был, скажем так, жил и работал, творил, взрослые люди, они, наверное, хорошо помнят это, вот, с самого начала 80-х годов, когда там 81-й год, 250-летие, 250-летие, да, то есть на государственном уровне, то есть там речь Кунаева, там выступление. О прогрессивном, да? Да, добровольное, прогрессивное, прям, причем одни и те же авторы, те, которые особенно долго творили, они успели, так сказать, и от одной концепции перейти к другому, но это нормально, все-таки историография развивается, а в 90-е годы маятник очнулся, то, что вы сказали, действительно в другую сторону, то есть от абсолютного зла к наименьшему злу и к абсолютно позитивному, то есть закрывалось глаза на все негативно, абсолютно позитивно, то есть добровольно или прогрессивно, перешли опять к абсолютному злу. Историография на то и историография, то есть оценки копятся, меняются, появляются новые данные, появляются и вводятся в оборот новые факты. История, ну скажем так, объективное исследование отдельных вопросов, тут ведь важны еще и теоретические какие-то наработки, разработки. Я думаю, историки те, которые занимаются, скажем так, серединой второй половины 18-го столетия, они уверены, что у нас немало, в принципе, таких историков. Хотелось, конечно, побольше, потому что все-таки 18-м веком, с одной стороны, я сказал, немало, но с другой стороны, и не очень много людей, которые профессионально на серьезном уровне занимаются, потому что действительно для каннской истории 18-й век вообще такой, ну, наверное, особый, каждый век можно назвать особым, но 18-е столетие, оно действительно такое, ну, одно определение Валиханова чувствует, да, эпоха последних там Батыров там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, хирурическое время. Эпоха перемен, да? Да, ну, наверное, до сих пор не закончилась эта эпоха перемен, но это тем не менее. Я думаю, в конце концов, известное же есть выражение, по-моему, Дэнсиопину приписывают, да, к этому его попросили оценить его, дать его оценку великой французской революции, которая там, конец 18-го столетия, он сказал, прошло еще слишком мало времени. Но, тем не менее, серьезная работа ведется, то есть мы должны понимать, что вот с одной стороны, мы говорим о том, что материалы, источники, они публикуются, вводятся в оборот, да, мы знаем о программе «Культурное наследие», сейчас мы знаем «Архив 2025», очень востребованная, то есть, на самом деле, это еще только небольшая часть, мы даже не можем сказать, что мы половину опубликовали, что они нам известны, что они введены в оборот, что они действительно применяются, используются и так далее. Это сложно говорить о процентах, но точно можно сказать, что это небольшая часть, то есть, что еще работы, мягко говоря, очень много, причем профессионально работают. Причем только по нарративу, да? Материалы, которые уже введены в оборот, и те, которые вводятся сейчас в оборот, те, которые наши исследователи нашли и используют, материал такой основательный, там ведь не только переписка, но есть в том числе и какие-то официальные документы, донесения официальные, то есть, это не просто, так скажем так, мнение или оценки каких-то путешественников и так далее, и так далее, или какие-то дневники. Есть там государственные документы, там тайная переписка, там донесения губернаторов, например, императрицы, то, что мы сейчас сказали с грифом «Совершенно секретно», и так далее. То есть, эти документы, они становятся все больше и больше известны. Как вы думаете, вот с приближением 300-летия присоединения Казахстана к России маятник качнется в иную сторону? То есть, времени осталось немного до этого праздника, ну, по историческим меркам, 2031 год на носу, ну, я имею в виду историческому событию, да. Я думаю, что произойдет определенный всплеск. У нас, к сожалению, с одной стороны, мы декларируем, в свое время я занимался, как бы, вопросами исторического сознания, как бы, любопытно было. С другой стороны, мы декларируем интерес к истории и утверждаем о том, что мы любим историю, и что мы без нее жить не можем. А с другой стороны, наш интерес, ну, я имею в виду, об обыденном сознании речь идет не профессиональных историков, а, скажем так, основного населения наших граждан. А с другой стороны, на обыденном уровне наше историческое сознание, оно не очень-то и развито. То есть, оно замыкается на уровне, там, информации в соцсетях, каких-то сайтах, каких-то пересказов. И там идет такой очень... Люди сами себе составят очень жесткий фильтр. То есть, та информация, которая их не устраивает, та, которая в их концепцию не вписывается. Или, наоборот, есть, так называем так, законодатели общественного мнения. То есть, сегодня нас интересует одно, завтра может интересовать другое и так далее, и так далее. То есть, тут и история с сознанием, общественным сознанием, она очень сильно связана. Говорите о том, что историография или концепция как-то поменяется, и маятник качнется в другую сторону. Вот, чтобы история развивалась... Например, вот, почему меня заинтересовал этот более ранний период? В чем интересно? Ну, во-первых, занимаясь своего рода 18-м столетиям, концом 18-го века, тоже казахско-русскими отношениями, всегда возникал вопрос, а что было вначале? А от чего отталкивалось? И современное понимание, нынешнее понимание, говорит о том, что отношения были совершенно разные, и все совершенно как бы не вело к тому, что происходило там в 18-м столетии. То есть, нам нужно изучить то, что было и до, потому что у нас вот как раз та историографическая, может быть, ошибка того рода, что вот мы отсекаем предыдущую историю, и вот это не дает нам перспективы, но исторической перспективы, то есть перспективы вглубь. Да, то есть не надо отсекать, надо смотреть. Конечно, мы закономерности не улавливаем, мы не всегда можем в таком случае объяснить, а что к этому привело, какие были предпосылки или не было предпосылок, это ситуативные вещи или закономерные были вещи, а какая была тогда инфраструктура, какая база тогда, то есть насколько были актуальны эти взаимоотношения, насколько они объяснялись там пресловутым джунгарским фактором или то, что Ерофеев показал башкирским и уральские казаки, ну и так далее, и так далее. То есть внутренний фактор, то есть опять-таки рекомендация в казахском обществе или активизация российской имперской политики на Востоке. То есть история гораздо сложнее, чем некоторым, вот хочется показать или представить. То есть все эти факторы безусловно изучить, синтезировать каким-то образом, то есть и понять, потому что 300 лет, о которых Вы говорите, это все-таки срок, когда уже можно и нужно более-менее объективно посмотреть, уже не просто менять знаки полярности плюс на минус или наоборот, а уже более объективно рассматривать двустороннюю историю, историю соотношения двух государств. Хорошо. И последний вопрос. Он касается все-таки темы нашей встречи сегодня, нашей беседы. Недавно на широкий прокат вышел один из фильмов российского кинопроизводства «Тобол». Честно говоря, у меня были серьезные ожидания в связи с этим фильмом. Я все-таки надеялся увидеть там сюжеты о взаимодействии российских властей и казахских ханов, ну или хотя бы взаимодействии с нашей казахской степью, казахским народом. Но я этого не увидел. Дискуссия или, скажем так, бросание камней в художественные фильмы, это все объяснимо, это все понятно. Любой фильм, с одной стороны, мы говорим, что это художественное произведение, но это, конечно, не избавляет авторов, скажем так, определенной исторической ответственности, что ли. Сюжет, с одной стороны, художественный. Я смотрел этот фильм, но о событиях, о которых там говорится, это, скажем так, обобщенная история как раз восточной политики, активизации восточной политики в Петровскую и сразу постпетровскую эпоху. То есть речь, конечно, не о Таболе, а о Иртыше. И те персонажи, которые существуют, там отображены были. То есть это поход Бугольца, известный, то есть это не Табол, а Иртыш. Там персонаж, который раскручен был в последние десятилетия, Ренат, вот известный шведский пленный, который якобы всему обучил у Иратов. Тут нужно исходить из того, кто заказчик, какие цели преследовал, какие задачи перед собой ставил. Тут ведь вопрос, он обоюдоострый. То есть, с одной стороны, мы говорим, что российские кинопрокатчики, режиссеры, продюсеры, сценаристы и так далее, не видят классского фактора. Мы, когда снимаем, в наших фильмах ведь тоже часто и российского фактора уже практически не фиксируется. Если мы посмотрим фильмы о Баблайе и так далее, и так далее. Вот буквально недавно заметка о том, что снимается фильм про Каджиму Кана, фильм, в котором не будет подобного, например. Ну и так далее, это же нонсенс своего рода. То есть, тут разные нюансы существуют. Фильм будет качественный, его будут смотреть, не будет качественный. Но эпоха вот именно эта интересная. Вот все-таки князь Гагарин, о котором я говорил, фигура такая, она очень, ну не скажу злой гений той эпохи, но в региональном смысле какой-то да. Да, я думаю, может быть, в будущем, хотя о нем пишется, биография как бы реконструируется сибирским исследователем, но вот именно в контексте краско-русских взаимоотношений он свою роль, я думаю, не последнюю, как раз именно в середине второго десятилетия, восемнадцатого столетия он сыграл. Вот те события, которые, кстати, в том же Тоболе, они, ну скажем так, представлены. Историк может понять, что, скорее всего, речь идет об этой экспедиции, что это вот такие-то имена для обывателя, конечно, это вот что-то просто абстрактное, Петр, и вот что-то там в Сибири где-то что-то происходит. Ну, сюжет, да, занимательный. Но, к сожалению, опять же, я скажу, что это связано еще и в том, что мы сами интереса вот к той эпохе особо не проявляем, в том числе и на профессиональном поле. То есть то, что, скажем так, раньше 1731 года, к сожалению, нас не очень сильно интересует. Я это вот могу... Да, есть отдельные авторы, есть отдельные публикации. Ну, очень простой пример у нас по ранней истории двусторонних взаимоотношений. До сих пор написана только одна монография. Басин еще там в начале 70-х написал. Конечно, отдельные работы выходили, там, Сабырханов, Султанов и так далее, Косымбаев. Отдельно какие-то сюжеты писали с диссертацией там о внешней политике Тауке Хана и так далее, и так далее. Но эта крупица такой цельного взгляда, к сожалению, у нас до сих пор нет. И вот как раз вот эта вот дыра, вот это вот пресловутое белое пятно или лакуна, да, которую мы уже 30 лет закрашиваем постоянно, вот в истории взаимоотношений двух государств, она как бы присутствует, она еще далеко не изучена, далеко не исследована. И вот надежда на то, что если будет интерес к этому периоду, а это самостоятельный период, то есть, раньше в советской историографии его рассматривали как некий подготовительный период. То есть, даже взаимоотношения эпохи Годунова, там, то есть, вот это вот первый этап, как присоединит, и так далее, и так далее, и так далее. Это были самодостаточные этапы со своими целями, со своими задачами, со своими персонажами, которые, как показала история, совершенно не привели к тому, что дальше произошло, особенно учитывая вот эту фрагментарность наших взаимоотношений с Россией, потому что то были контакты, то прерывались там, ну и так далее. — Хорошо. Ну, на этом мы с вами закончим. Большое спасибо за замечательную лекцию, интересную беседу, различные концепции. Я думаю, историкам, да и общественности есть над чем подумать, есть, так сказать, о чем поговорить и что исследовать на будущее. Большое спасибо.